Добрый день! Сегодня мы прочитаем сказку Юрия Смирновой, кто как зимует. Стало холодать, пожелтели деревья в лесу, значит скоро придет зима и лес опустеет. Кто-то отправится в теплые края, а кто-то проспит до весны. Прощается медвежонок со своей подружкой, птичкой-мариновкой. Вместе с другими перелетными птицами она на зиму отправляется в далекую теплую Африку. Медведи пойдут спать в берлогу, в большую теплую яму под землей. Ни в коем случае медведя нельзя зимой будить. Если он проснется, то ему нечего будет есть, ведь зимой нет в лесу ни ягод, ни корешков. А заяц будет также бегать по полям, только смеет серую шкурку на белую. Так его будет непросто увидеть на снегу. Поменяла цветы белка из рыжей красавицы, она превратилась в серую. Белка начала готовиться к зиме давно и запрятала в лесу много орешков и семян. Хватит, чтобы продержаться до весны. Ежик, как и медвежонок, тоже будет спать. Он вырыт себе глубокую норку, где свернется в шарик и так пролежит до весны. А вот синичка не собирается не улетать, не делать запасы. Она из леса прилетит в горы, где всегда можно раздобыть еды. Не забывай кормить птичев зимой, они на тебя надеются. Муравьишки перед наступлением холодов закрывают все входы в муравейник. Присыпанный снегом зимой похож на сугроб, но внутри продолжается жизнь. И трудолюбивые муравьишки сделали запасы на зиму. Караси собираются все вместе и отправляются на зимовку в укромное место на дне озера. Здесь их никто не тронет до самой весны. Еще в начале октября уходят на зимовку лягушки. До весны они будут прятаться в неблубоких канавах в ручейках под корнями пеней. Великан лось на зиму сбрасывает рога. И так зимой непросто. Еще и тяжесть такую носить на голове. Зимой лось уходит по лесу и ищет сочные веточки. Ими они питаются. Вот и прошла зима. Снова все звери встретились и радуются весне и первому солнышку. А сейчас мы узнаем, как проходит первый день зимы в описании Ребекки Эллиот. Наступил вечер первого зимнего дня. Из-за дождей лисенок просидел дома все последнее время. И сегодня ему непременно хотелось пойти погулять. Гулять, удивилась мама. Сегодня так холодно. Может, лучше поспим? Но лисенок спать не хотел. Ах, непоседа, засмеялась мама. Ну что ж, пойдем прогуляемся, а потом спать. А почему деревья раздрозделись, спросил лисенок? Чтобы подарить нам свои листочки, воскликнула мама. В них можно покувыркаться. Тем временем на небе собрались темные снежные тучи. А почему наши друзья нас не слышат, спросил лисенок. Тсс, они спят. Слышишь, как забавно сопят? Не будем будить их, только тихонько сказала мама. На землю упали первые снежные хлопья. А почему птицы улетают, спросил лисенок. Чтобы рассказать нам весной о далеких странах, ответила мама. И тут пошел снег. А почему такой ветер сильный, спросил лисенок. Чтобы легче было подкидывать себя в высокой траве. И мама подхватила лисенка на ручки. А снег все падал и падал. А почему у меня пара идет изо рта, спросил лисенок. Чтобы мы пыхтели, как паровозы. Мама выдохнула целое облако пара. Снег начинал уже устилать землю. А почему река твердая, спросил лисенок. Чтобы мы могли скользить по ней и танцевать, весело воскликнула мама. Снег шел все сильнее. А почему солнце так рано растаяло, спросил лисенок. Чтобы мы могли подольше смотреть на звезды, улыбнулась мама. Под снегом уже не видно было травы. А почему все такое белое, спросил лисенок. Точно, ахнула мама. Это значит, пора домой. Они бежали назад через белое поле, по белой реке, по белым холмам и сквозь белый лес. Они бежали под густыми еленами. И целые горы снега падали на них широких еловых лап. Они бежали, бежали, бежали и, наконец, вернулись домой. А почему мне так холодно, спросил лисенок. Чтобы мы крепко-крепко прижались друг к другу, прошептала мама малышу на ушках. А почему же я так устал, зевнул лисенок, потому что пришло время сна. Тихо-тихо, сказала мама. Спокойной ночи, маленький мой малыш. Вот так прошел первый день зимы у маленького лисенка и его мамы. А я с вами прощаюсь и говорю вам до новых встреч.